В Самаре стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, но об устойчивом снижении пока говорить рано. За последнюю неделю в городе зарегистрировали 691 случаи заражения COVID-19. Это на 11% ниже, чем средний показатель по области. Однако увеличилось количество пациентов с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции в группе старше 65 лет. Сейчас таких заболевших 79, что на 11% выше, чем недели раньше, отмечают в Роспотребнадзоре. Расслабляться рано, отмечают эксперты. В Самаре продолжает действовать масочный режим. В общественных местах необходимо соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. Регулярно проходят проверки в транспорте и рейды на объектах потреб рынка. В отношении нарушителей составляют протоколы. Одно из крупных торговых сетей за последнюю неделю оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное нарушение санитарных норм. Пока у нас все-таки снижения заболевания такого резкого нет. И есть замечания и по объектам потребительского рынка, что перестают уже многие носить баски. И по транспорту тоже. Поэтому я прошу всех посмотреть все-таки свою динамику. Увеличьте количество рейдов. Сейчас расслабляться еще пока рано. Главы внутригородских районов сообщили, что все амбулаторные пациенты соблюдают домашний карантин. Контроль за ними ведут по два раза в день, как медики, так и старшие по домам. В поликлиниках продолжается вакцинация. Желающих приглашают в прививочные пункты по мере поступления вакцины. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.